всем здравствуйте скажите пожалуйста слышно ли меня все ли вам хорошо видно так сегодня у нас с вами отличная тема тему у нас работа с боксом габриэль и свежими весенними декорациями меня зовут анна грешенкова и я сегодня ваш спикер на канале мы посмотрим сегодня рассмотрим поэтапно как сделать два дизайна на мой взгляд очень и очень симпатичных один будет очень нежный а второе у нас будет и вот с этими декорациями с бабочками а второе у нас будет дизайн такой более в стиле граффити более дерзкий скажем так назовем его так и я думаю что они найдут отклик у ваших клиентов и тех кто любит более романтичные дизайны и те кто у тех кто любит более такие смелые эксперименты давайте приблизимся и начнем и так что я сегодня хочу показать а в боксе габриэль у нас с вами есть прекрасные декорации которые имитируют и принты и украшения они у нас также в 3d но сегодня я больше обращу внимание на цветовую палитру которая представлена в этом боксе она мне очень нравится здесь все абсолютно ходовые цвета и для начала мы с вами начнем с френчиком с френчиком для него я буду использовать вот этот тен оттенок он называется коко оттенок очень классный чуть-чуть шиммерный бежевый и беж такой знаете он не желтит он розовенький такой очень приятный очень у многих клиентов такие цвета прямо в фаворитах при этом он знаете немножко просвечивает поэтому он не такой как бы замазочный что ли можно так сказать то есть не прямо знаете такой супер плотной эмали а он немножко дымкой ложится очень классным и сама выравнивается отрастает не очень заметно и дает очень красивый оттенок натуральных ногтей послушаем на второй типсик кстати смотрите сегодня я вам типсики такие приготовила они похожи на клиентские ногти по размеру до согласитесь потому что иногда типс и прямо большие 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 и то что вы на них рисуете потом вам иногда сложно перенести на ногти клиента потому что на типсе все в большем масштабе а на ногтях клиента чуть меньшем масштабе вот здесь я обрезала типс очки и постаралась сделать их как раз в том примерно размере как у вас идут стандартные такие клиентские ногти второй типсик я покрываю цветом allure он очень очень красивый серый разбеленный и достаточно плотный видите я в один цвет в один слой нанесла цвет и он уже мне закрыл типс прямо наглухо поэтому можно считать его смело однослойником тоже отправляем сушиться и тем же цветом allure я сейчас сделаю френчик сначала намечу его просто кисточка из флакона поскольку он плотники у меня у меня это хорошо получится я думаю в один слой и капну себе немножко на перчатку чтобы сделать улыбку уже беру линярную кисточку купая ее в материале самый любимый бокс ирина пишет на мне тоже один из самых любимых потому что он очень конечно женственный и цвета здесь улетают просто на ура нравится очень клиентов такие оттенки кстати вот этот серый очень хорош как нейтральный цвет это когда знаете вот вы не знаете ну теряетесь какой оттенок подобрать например компаньону да к ногтю с дизайном или к остальным ногтям которые без декораций и вот он очень хорош хорош как нейтральный оттенок он подходит к любым и к неоном и к темным и к светлым то есть вообще очень такое универсальный сушим так что мы делаем здесь здесь я хочу пустить градиент у меня будет здесь print вот с этого слайдером print будет примерно вот такой же только в других оттенках у меня там присутствует красный очень к такой яркий сочный и зеленый сочный поэтому сюда я добавлю небольшой градиент сверху зеленого оттенка это из коллекции мой импульс номер триста шестьдесят восемь 368 я люблю делать девочки градиент по сухому не очень люблю смешивать прямо на типсе два цвета также я такой достаточно ленивый мастер для того чтобы это все делать по акриловой пудре я люблю просто находить классные цвета которые хорошо между друг другом сочетаются и дают плавную растяжку тем более что мы здесь будем с вами крепить декорацию поэтому из и стиль у нас такой знаете здесь похожий на граффити здесь отголоски 90-х мода 9 до 90-х какие-то принты кассеты и все такое поэтому здесь мне кажется можно даже если вы немножко нет не растопчете границу в никуда это здесь вообще совершенно прекрасно будет ложиться и не мешать общей картине сушим так наша нежность к нежности я прикреплю декорацию с бабочкой с бабочкой и я выбрала вот такую вот бабочку она очень и очень нежная и у нее одно крылышко с цветочками а другое крылышко как у бабочки я позволила себе заранее вырезать слайдер чтобы не вырезать его у вас перед носом не махать ножницами поэтому я сразу же его монтирую на ноготочек располагаю четко посередине можно по липкому слою чуть-чуть подвигать и если вы видите морщинки какие-то то можно разгладить это все ультрабондексом у меня в принципе здесь морщинок особо нет и я могу сразу приступить к следующему этапу дальше я хотела перекрыть это все тоненько вельвет топ гелем это вельветовый топ матовый он не имеет остаточной липкости быстро просыхает и я хочу добавить еще немножко росписью китайской не пугайтесь я покажу эффектный очень мазок который у вас должен получиться прям с первого раза сушим это самая основа китайки и я уверена что получится прям даже вот у тех кто никогда не рисовал так а сюда я тоже заранее вырезала слайдер ну такой не нанесу его вот сюда эти я подобрала зеленый цвет вставочки на слайдере чтобы они между собой сочетались хорошо и давали мне такой перекличку друг с другом верхняя нижняя часть так теперь я взяла тоже из моим пульс 366 потому что он похож на красный цвет и сделаю несколько таких хаотичных мазков по бокам здесь и здесь у меня они пойдут я это делаю тонкой кисточкой смахиваю как будто у меня был здесь широкий мазок кисть к сухой кистью и также с этой стороны прямо тушуем тушуем тут вы не ошибетесь можно прям резкими такими движениями делать главное разбить вот эту вот часть которая у нас была нарисована да и можно вот сюда несколько мазочков тоже запустить сушим так здесь что я хочу сделать я возьму теперь им пасту черная смола и нарисую разделительную линию мне хочется ее нарисовать четко посередине и также я хочу окантовку сделать у френча так рисую посередине очки типсик пополам делю часть девчонки разделю получше вот этим хорошо очень им паста да и рисовать по топу то есть мы эти слайдер мы уже защитили вот мне здесь не очень нравится как получилось я взяла клинером и подтерла что верхняя линия у меня получилось тоненькая хорошая а нижняя чуть-чуть ушла в сторону для новичков это просто вообще очень классная вещь потому что вы обычно всем волнуйтесь что может не получиться вот так мне больше нравится и в сторону тоже подвожу френчик стараюсь линии делать максимально такие однородные чтобы они выглядели как напечатанные можно кстати так оставить тоже прикольно да давайте так оставим потому что у нас вот здесь вот более такая четкая прорисовка и я еще хочу смотреть что сделать я люблю очень подводить слайдеры чтобы они выглядели прямо еще более реалистично поэтому я вот этим вот люблю заниматься прямо некоторые места беру допустим усики пририсовывания видите белым уже намечено где они должны быть и поэтому ошибиться практически невозможно вот и немножечко вот так доделала еще хочу знаете вот эту капельку маленькую внизу вот как-то почетче сделать все это я уже сверху потом еще подделаю тоже сушим так что делаем здесь здесь перекрываем глянцем это у меня будет теклос также можно подправить например слайдер если у вас морщинки образовались очень хорошо слайдеры растворяет ультрабонд это грунтовочное покрытие вспомогательное перед работой с материалами которая дает лучшую сцепку код его формула она растворяет немного пленку и если где-то образовались морщинки то можно это исправить быстро сушим в лампе так и китайская роспись смотрите китайка делается скошенной кистью в основном это вот я работаю в работе у меня чат ну практически 90 процентов времени это вот такая кисточка у нас из коллекции для китайской росписи в эйме скошенный квадрат 2.0 и рисовать все это великолепие конечно же лучше всего набором эмпаста также как я сейчас рисовала тонкие линии ей можно рисовать и внутрь и наружу потому что они имеют остаточной липкости и и в ней все цвета которые вам нужны для работы и даже более то есть есть полная палитра белый черный и базовые цвета это красный желтый синий из них уже смешан зеленый чтобы каждый раз не смешивали уже есть розовый фиолетовый тоже это очень ходовые цвета коричневые очень хорошо подходит для росписи всякой флористической чтобы расставлять тени и есть еще дополнительный цвет бордовый гранатовый сок он очень классно заменяет черный в обводке потому что он очень такой плотный если например у вас какая-то композиция прямо знаете нежная нежная и черная обводка там плохо смотрится но и плюс конечно тоже в различных вариациях дизайна я сейчас уже за кадром сделала дорожку для китайской росписи из синего цвета белого рафинадо белого цвета и розовый мадженты так сейчас покажу как это выглядит тыденс вот мои маленькие дорожки это просто две дорожки цвета в которые я буду окунать кисточку и рядышком тут тут немножко их подсмешивать только наоборот буду окунать сейчас переверну так чтобы у вас получилось мазок двухцветный да вам достаточно просто макнуть в это все дело кисть сейчас я поставлю на фон чтобы вам было понятней что я делаю то есть просто макаем просто макаем кисточку и просто ставим мазочек ей то есть ничего не перемешиваем это самая-самая вообще простая техника которая может быть вот просто прижали макнули и прижали и получается уже объемное такое вот изображение также в синий так и еще у меня вот есть вот такие же цветочки ты в поддержку цветочков на крылышках бабочки добавляю добавляю вот такие вот мазочки сюда добавили теперь синие тоже такие же маленькие прям по прикладывали несколько раз и у нас получился букетик и здесь также вы прижимали и получился маленький букетик сушим так здесь здесь я хочу еще украсить немножко вот такой штукой сверху м пасты опять же черный черная смола я рисую такой вот ободочек ободочек и вниз спускаю капельки как будто у меня стекает краска вот чем тоньше здесь будет здесь у меня толстовато получилось что я ткнул чуть не в неудачное какое-то место где у меня прозрачка осталось чем тоньше будет капелька тем больше будет эффект что она стекает и конечно делайте потолще здесь вот основания потом тоненько 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 хопс и прижали кисточку получается капелька и здесь также потолще потом тоненько тоненько и прижали получается капелька можно здесь прям так вот нарисовать стекающую капельку тоже несколько и посушить так дальше дальше я хочу поставить несколько мазочков на те которые у меня уже есть это мне придаст объем цветочкам опять набрала розовый материал он даже у меня тут сиреневый немножко получился то что видимо голубой немного остался и видите ставлю просто вторым рядом и тут также поставила кстати вот идея сделать сиреневый мне очень понравилось сейчас мы попробуем сразу же смешать и поставим еще вот сюда тоже дополнительный мазочек еще разочек зафиксируем прям секунд десять так здесь мне не хватает немножко свет светлого чего-то потому что у меня на сером фоне здесь пропала надпись мы откроем белый рафинад тоже нас спасет импаста который можно и снаружи и внутри и здесь сделаем просто какой-нибудь надпись ха 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 например например чтобы нам тут недолго думалось и еще там вот тут восклицательный знак например сделаю два восклицательного знака и здесь наверное напишем вот так вот еще чего-нибудь например упс это я повторюсь мы все уже на поверхности рисуем рисунок у нас остается легким легким барельефом но он совершенно не мешает носить ногти клиенту если конечно у вас клиент очень старательный очень старательный и очень любит что-то делать руками либо работа связана с какой-то деятельностью руками то может быть есть смысл немножко перекрыть допустим просто прозрачным лаком защитить но в общем и целом носится очень хорошо вот еще здесь у нас с вами осталось буквально несколько штрихов я еще возьму зелененький тоже из коллекции эмпаста это у нас зеленый лес и добавлю листики но эти листики прям вы знаете даже если вы никогда в жизни не рисовали листики вы их нарисуете смотрите я ориентируюсь вот на этот листочек в слайдере он прям вот малюсенький малюсенький и мы тоже мы можем просто вот здесь вот так вот приложить кисточку и уже у нас будет такой вот букетик и здесь также тоже просто приложим несколько раз кисточку в разных направлениях и тоже у нас будет маленький букетик сушим так какой компаньон я сделала вот для этого типса вот такой вот зеленым я нарисовала кляксу такую большую тоже сделала такие мазки сюда я использовала еще синий цвет синий оттенок из коллекции габриэль называется chance очень красивый глубокий синий цвет и классно сюда вписался на мой взгляд поэтому можно это все использовать в паре дальше что можно еще делать на остальных ногтях конечно же вас спасет в любой ситуации еще раз повторю вот этот оттенок если вы например хочет у вас клиент какой-то яркости но знаете там супер бешеной яркости тоже ему не надо то можно все остальные ногти просто покрыть серым оттенком и будет очень и очень я думаю что хорошо дальше конечно же вы можете покрыть также все серым оттенком и сделать например черной пастой сверху на остальных ногтях только подтеки краски да а два ногтя например оставить такими тоже два ногтя экспериментируйте не обязательно это должны быть безымянные средний это может быть например большой и указательный или может быть там мизинец и безымянный или может быть три ногтя допустим средний указательный и на большом пальце или например средний указательный и чуть на мизинце то есть разбивайте эту композицию также можно на разных руках разные тоже будет очень и очень классно кстати вот сюда к этим к этим дизайнам отлично подойдет вот так вот эта вот коллекция слайдеров из набора также габриэль с вот такими постерами то есть несмотря на то что здесь граффити а здесь вроде как о шанель но смотрите здесь такая история с постерами с надписями вот такие вот очитки обивки с буквами они все что касается букв плакатов вот каких-то вот этих вот историй вы можете спокойно на серый фон например на остальные ногти сделать и все будет классно сочетаться таким образом мы соединили с вами две коллекции коллекцию новых слайдеров и коллекцию слайдеров из набора габриэль что еще классно подойдет из набора тоже очень и очень круто сюда впишутся вот такие вот вот такие вот фактуры представьте если например на сером фоне на остальных ногтях вы сделаете такие вставки даже если это не на весь ноготь будет то будет очень очень круто смотреться также любые вот такие вот циферки или буквы тоже вообще совершенно прекрасно сюда впишутся и дополнит этот дизайн так оставлю это на фоне как уже сделано сделанные варианты вам для вдохновения и давайте доделаем наш дизайн с не знаете что прям мысль такая осенила мы еще не использовали с вами вот этот цвет мадмуазель хотя прямо он у меня один из фаворитов потому что он очень прекрасно тушуется в градиент сейчас мы его нанесем и потушуем и будет здесь тоже очень хорошо мне кажется он впишется потому что он будет так оттенять мягенько сверху вот сразу его спущу этой кисточкой тем более вообще они вот с этим цветом с коко очень классно вместе сочетаются и даже если вы знаете градиент вот ну вообще никогда не делали вы их перемешайте на раз-два да вот ну такая прям ледненькая оттеняжка сейчас зафиксирую быстренько так мадмуазель кстати тоже знаете вот и впервые в мире добрые люди я говорю про такие цвета потому что он розовый розовый такой немного холодноватый но из-за золотистого шиммера он не смотрится холодным на ногтях и даже если у вас у клиента холодный тип цветовой да и кожа такая бледная то в принципе они смотрятся абсолютно органично друг с другом не кажется что руки замерзшие то есть вообще цвет тоже очень очень универсальный так все зафиксировали здесь я хочу перекрыть матовым там мы глянцем перекрывали здесь я хочу матовым перекрыть все перекрываем такой получился и романтичный и графичный мне очень нравится ей нравится перекликание цветочков сушим матовый топ лучше сушить подольше прям две минутки чтобы он окончательно просох но вы можете уже через несколько секунд смотрите он уже становится матовым он еще полупросушенный но уже готов к тому чтобы мы на нем что-то могли уже рисовать что я хочу на нем нарисовать во первых я хочу немножко дополнить вот здесь вот хочу тоже спустить вот такую вот капельку как на крылышке у бабочки чтобы они немножко лучше сочетались вот тоже чтобы не терялось что это у нас такое крылышко у бабочки потом что еще я хочу вот здесь вот у розочки немножко подвести краешки лепесточков чтобы она оказалась еще более объемная такая же как моя китайская роспись вот и чуть-чуть также хочу вот здесь вот вставлять тоже таких маленьких прям прикладываю просто кисточку чтобы сделать более объемную более объемным этот букетик дальше крылышко хочу немножечко выделить прям тоненько-тоненько вот и еще хочу поставлять немножко прям черных листиков в мою роспись во-первых чтобы ее логично закончить где например просветы у меня какие-то прям маленькие листики черненькие постараться вставить и чтобы они больше сочетались еще вот с этой капелькой маленькие маленькие прям стараюсь самые малюски какие только смогу нарисовать ну все здесь уже не надо здесь и так все хорошо вот такой получился дизайн супер нежный классный мне кажется что для романтичных клиентов прямо вообще супер зайдет сейчас чуть-чуть зафиксирую и покажу компаньона который я сделала я там немножко поменяла композицию и они вдвоем будут смотреться думаю что очень даже классно вот такие у меня получились такая парочка ну скажите они такие милые такие весенние вообще классные и ведь у меня бабочки так расположено что у них крылышки друг напротив друга и когда смотришь на них в паре мне кажется оно как-то в голове соединяется в одну бабочку не знаю мне прямо вообще этот дизайн очень зашел я столько удовольствия получила пока его сочиняла и сейчас пока вам тоже рисовала и мне нравится что здесь еще знаете такой немножко сюрреализм какой-то примешался да когда вот сделано из цветов крылышка и нравится что графика здесь примешалась такой минимализм который сейчас очень актуален в дизайнах тоже как-то здесь вписался вот эти тонкие линии не знаю я прямо вообще кайфанула от этого дизайна вот надеюсь что вы тоже с чем можно сочетать девчонки ну во первых конечно же вы можете сочетать просто с однотонным покрытием у нас сейчас идет тенденция к не перегруженным дизайном и смотрите как здесь китайская роспись круто вписалась потому что китайка она у нас принято как-то заложилось уже на подкорку что это огромные какие-то цветы гигантский такой бабкин дизайн на самом деле китайская роспись сейчас в современном исполнении с современными материалами это очень очень тонкая очень нежная роспись которая дает такие прямо маленькие красивые нежные мазки и никаких огромных лопухов совершенно ей рисовать не нужно вот во первых вы можете для того чтобы это было лаконично вообще использовать на остальных какую-нибудь камуфлирующую базу во-вторых вы можете остальные ногти просто покрыть бежевым коко вообще без всего да вы можете сделать классный градиент из цветов мадемуазель да или просто тоже покрыть на весь ноготь или смешать смотрите вот я даже смешаю положу их рядом и практически ничего не делая они уже сливаются а если их чуть-чуть только перемешать то они входят друг в дружку просто вообще идеально все они слились воедино ну то есть вы растушуете вообще без проблем один на другой поэтому можно смело сюда еще вставлять очень нежный такой градиент конечно же сюда пойдет цвет алюр если вы тоже его на весь ноготь сделаете или опять же примешаете к нему либо один либо другой оттенок вот эти все цвета вместе вообще отлично женятся и дружат если вы хотите как бы больше брутальности вы можете остальные покрыть синим и у вас тогда будет темный фон он будет поддерживать как раз черную обводку у крылышек будет поддерживать черненькие лепесточки вот эти и вот эти два ногти они будут как бы высвечиваться сильнее и выбиваться немножко из общей массы но это у нас будет как бы задумка такая да наоборот они будут самые такие выдающиеся что сюда еще с декораций из габриэля пойдет очень классно пойдет вот эта декорация смотрите здесь тонкие линии и здесь тоже тонкие линии очень мало вкраплений цифр поэтому они вместе очень отлично будут тоже дружить также очень хорошо будет например если вы отпечатаете где-то матовую фольгу она тоже есть в наборе и сделаете просто такую фактуру например на бежевом фоне розовой матовой фольгой хаотично тоже будет классно ну и конечно сюда на остальные ногти пойдут любые вот такие вот полосочки это может тоже быть что-то лаконичное совсем либо вот такую такую полосочку можно где-то пустить на большом например пальце и очень классно сюда пойдут и такие вот розовые тоже бантики потому что бабочки бантики это все тоже такое из одной оперы и тоже будет вместе смотреться очень приятно ну что ж сегодняшний эфир подошел к концу я постаралась его сделать максимально для вас информативным полезным и неутомительным чтобы в записи присматривать было комфортно поработали сегодня декорациями новыми с отголосками 90-х номер 104 дерзкий принт это вот здесь и также поработали декорациями номер 109 яркие бабочки это вот здесь и сделали вот такую вот супер нежную классную нежнятину которая прямо мне вот навеяла весеннее настроение надеюсь вам было интересно очень мне было приятно с вами в эфире пообщаться спасибо большое что смотрели и конечно же вам весеннего настроения весеннего вдохновения пока пока